Ты любишь гречку. Илон Маск — луковый суп. Ребята, ну вы прилично зарабатываете. Практически все перешло в онлайн. Теперь не нужно придумать что-то, чтобы украсть деньги. Мы как два самурая с тобой сейчас. Конечно, мы и есть два самурая. Но Илон Маск известен другими своими пристрастиями, так скажем. Неправда. Это миф. На него трава вообще не действует. Что было в прошлый вторник? От чего ты спас Россию? От преступности, скажем так. Добрый день, дорогие друзья. С вами Кухня Форбс. И я ее ведущий Ярослав Бабушкин. Это программа для тех, кто любит и умеет зарабатывать. Но кроме того, считает, что важной составляющей на пути к успеху является здоровая, правильная, а главное вкусная еда. Здесь мы готовим блюда, которые любят наши герои, участники списка Форбс. Сегодняшний выпуск посвящен Илону Маску и французской кухне, а именно луковому супу. Мы приготовим это блюдо вместе с инженером, борцом с киберпреступностью, основателем компании Группой Ви, Ильей Сачковым. Илья. Привет, Илья. Рад тебя приветствовать. Проходи. Мы с тобой приготовим луковый суп. У нас есть для этого абсолютно все. Лук, тимьян, специи, сыр, бульон, масло и вино. Ты когда-нибудь до этого готовил луковый суп вообще? Нет. Я сейчас тебе научу. У нас есть два ножа, берем их. Три луковицы тебе, да? Три луковицы мне. Режем. Да. Расскажи вообще для тебя, как для человека, из IT такой среды технологичной. Илон Маск – это кумир? Это кумир и пример для подражания. Потому что Илон Маск, он, а, не останавливается на достигнутом, хотя после первого, второго проекта он мог спокойно выдохнуть и, как многие американцы, спокойно быть в бордах многих компаний. Да. Он для себя выбирает решения, которые, ну, после платежной системы можно потрогать. И инженеры, которые настолько сложны, что малейшая ошибка приведет, ну, к смерти людей, например. А последний проект, который связан с нейроинтерфейсами, это… Нейролинк, да? Да. Это явно про супер будущее. И он своей головой явно опережает очень-очень-очень-очень много людей. Я думаю, что он один из самых умнейших людей, которые сейчас живут на Земле. Его проект – нейролинк. Да, это, на самом деле, из тех, с кем я говорил, мало бы понимает, что он делает. А делает он достаточно правильную вещь. Это же не просто нейроинтерфейс. Илон Маск, он же один из больших людей, который поддерживает церковь ресурсного интеллекта. Угу. Это называется церковь? Называется церковь искусственного интеллекта, которая… У нас же не забанят за слово «церковь» в другой стране, правильно? Нет, нет, нет. Которая говорит о том, что если искусственный интеллект будет создан, то большая задача умных инженеров – придумать процесс перехода управления от человека к искусственному интеллекту. Это очень такая сложно-философическая инженерная тема. Философически она сложна тем, что если искусственный интеллект будет создан, то сознание, которое будет у него, которое еще человек сам не понимает, как работает, будет не такое, как у человека. Как минимум, потому что искусственный интеллект не будет гуманоидом. У меня сложно наворачиваться от этого рассказа. Думаешь, что ты это расскажешь? Да, да. Во-вторых, ну как бы вот наше общество очень стремительно растет, ну типа пытается зачем-то его изобрести. Илон Маск задает вопрос, зачем нам искусственный интеллект? Но понимая, что как бы прогресс не остановить, и рано или поздно это произойдет, он понимает следующую вещь, что для искусственного интеллекта человек не особо-то будет нужен. Потому что человек, будучи нелогичным, эмоциональным, уничтожающим природу, в которой он живет, вступающий в постоянные войны, поступая нерационально, ну это абсолютно ненужная вещь, которую либо надо уничтожить, либо можно каким-то образом использовать. И огромное количество инженеров и богатых людей силиконовой долины занимаются исследованиями, каким образом произойдет вот этот транзит. Потому что искусственного интеллекта, в отличие от человека, безграничный мысленный ресурс. Вот ты уже устал от моего рассказа, а искусственный интеллект меня еще очень долго бы, долго бы слушал. Соответственно, история… Слушай, извини, а вот ты смотрел фильм «Бегущий по лезвию». Помнишь, там была голограмма, которая появляется у главного героя, когда он заходит домой, она включается, голограмма девушки, вместе с ним живет. Это как раз ты об этом сейчас рассказываешь? Илодин Маск немного не то хочет сделать? Немного не то. Искусственный интеллект – это будет самое умное и быстрое существо в мире, умнее любого человека, и гораздо более логичнее. Если ты выбираешь некоторые вещи антирационально, исходя из своих интересов, если предприниматель боится увольнять сотрудников во время кризисов, он поступает на самом деле нерационально в сообщее и бизнес, он эмоционально, ему жалко их. Ну то есть, там, говоря, там, иногда сравнивают Грефа с Илодом Маском, да? Ну я бы сказал, что это лестное сравнение такое. Это очень лестное сравнение. Да, Грефа. То есть, это нельзя сравнивать вообще, потому что если Греф говорит, мы будем делать искусственный интеллект, Илодин Маск и Россий дают вопрос, а зачем? И уже понимает, что очень много людей хотят, там, в России даже программы цифровой экономики есть по искусственному интеллекту. Искусственного интеллекта, правда, еще нет. Слушай, ну расскажи для зрителей, кто не понимает, что такое нейролинк, может быть, впервые это слышат, хотя, я думаю, среди зрителей Forbes все слышали об этой новости. Как это будет выглядеть? Это будут специальные нити, специальный чип, который неким образом будет подключен к человеку, и ты будешь силой мысли управлять своим гаджетом, или нет так? Вопрос вообще не от гаджетов. Если понимать о том, ну смотри, первое, мы уже в сети, да? И история сделает это так, чтобы это управлялось без твоих рук. Без рук, да. Это основная мысль без рук. Это не история Илона Маска. Не история Илона Маска. Вопрос на презентации об этом было, Илона Маска. Нет, нет. Это вещь, которая, если честно, уже решена. Речь о том, что как тебе, ну то есть как бы нужно смотреть чуть глубже презентации, посмотреть, что он пишет в интервью, и посмотреть, какие работы были вокруг этого, как человек будет общаться с искусственным интеллектом. Потому что мы уже, грубо говоря, в нейросети. Вот у тебя есть телефон. Да. Не сильно многое изменится, и вместо телефона будет твой мозг. Но это сильно изменится в моем ощущении от жизни, я тебе так скажу. У тебя все станет еще хуже, ты еще больше будешь в его сети. Ну то есть ты еще больше будешь в ней. Это не открытие. То есть я буду проиграть Инстаграм без рук, да, например? Или… Ну если ты можешь оставить телефон за столом сейчас с ребятами когда-то… Я кстати быстрее еще… Подожди, а Digital Detox тогда что? Куда-то исчезнет? Ну это же не главное. И открытие маски не в том, чтобы тебе новый интерфейс предоставить. Его история больше про нашу транзицию к чему-то большему, что произойдет, а это обязательно рано или поздно произойдет, потому что вопросы, ну что такое сознание у человека, они все ближе, ближе, ближе к ответам, а как только ответы на эти вопросы возникнут, ну появятся, а не появятся. И основные проекты маска – это как раз такой шифт. Задача не сделать, ну что-то такое, сделать экологическую, очень быструю машину, да. Я предлагаю… Резать. Как мы его режем? Смотри, мы режем его сначала пополам, а потом соломкой. Все режем пополам, нам понадобится много лука. Илья, а ты знаком с Илоном Маском? Нет, я знаком с его биографом Мэшли Винсом. Что он мне рассказывал? Что-то, чего мы не знаем, может быть? Он мне рассказывал, что это настоящий гений, то, что вокруг него существуют хейтеры, это… Со слезами на глазах-то произнесло. Главный признак того, что гении современности, они всегда недооценены. Просто мне очень нравится, когда люди, которые в жизни вообще ничего не делали, начинают комментировать Илона Маска. Человек, который сделал машину лучше, чем любые автоконцерны. Электрическую. В таком возрасте, который из них не сделал никто. И он опережает на 20-40 лет то, что происходит. И большая задача для любой образовательной системы понимать его феномен. То, что у него находится во голове, как он к этому пришел. Да. Наш следующий этап, мы, значит, подходим к инновационной панели комфорок от Miele. Здесь есть такая замечательная функция – Temp Control. В общем, если ты будешь себя дома готовить, и тебе кто-нибудь наберет срочное задание какое-то, ты отвлечешься, то она не позволит сделать так, чтобы что-то подгорело. Она удерживает одну температуру. Сейчас мы ее включим и бросим сливочное масло предварительно. Здесь вот есть функция – единичка. Сейчас нагреется. Будем бросать. Сколько нам надо масла? 125 грамм. Часто ты так вот стоишь вечером на кухне? Я, если честно, люблю готовить, но у меня получается это редко. У меня картина о будущей жизни, чтобы добавить в этот баланс, чтобы я мог готовить, ну, хотя бы 3-4 раза в неделю. Ужин для семьи. Потому что, я не хочу сказать, что у меня к этому талант, но мне нравится образоваться некий дзен такой. Да, он очень успокаивает. Мы как два самурая с тобой сейчас. Конечно, мы и есть два самурая. В 2016 году ты стал одним из 30 успешных предпринимателей, которые вошли в рейтинг Forbes 30-30. Ты помнишь, каким бы людям ты это отметил, события? Я его отметил в машине, перебираясь с территории Польши ночью на территорию Беларуси. Ты ехал в багажнике? Извини, пожалуйста. Нет. Перебираясь, это было легально или как это? Легально. Легально. Я не знаю, что доехал, когда до Минска, я выпил глинтвейн. Потому что было очень холодно, было около минус сорока. Но я это так легонечко отметил. Я был в тот момент в списке Enterprise Tech единственным русским глобальным. Это было классно. Слушай, а правда, что к российским предпринимателям, особенно тем, которые связаны с Баумкой, как ты, например, относятся с большим почетом? К остальным сомнениям, а вот именно с… В мире? Да, в мире, в мире, в Америке. Не правда. Не правда. Может быть, раньше относились. Сейчас, ну, если посмотреть на глобальные рейтинги российских университетов, то, если не ошибаюсь, у нас первое место из наших универов 135-е или какое-то такое, по-моему. Не, я говорю о том, что когда берут на работу и, типа, там, российский программист, там, окончил Баумку… Ну, две вещи разные. Берешь на работу или ты предприниматель. Русские инженеры всегда ценятся, и это основные технические университеты, конечно же, да. Ну, а сейчас стало сложнее и с визами, и со всем остальным. Политика чуть-чуть мешает. А МИФИ переименовали в ядерный университет, и для многих это вообще страшно звучит, даже если ты разработчик, инженер или программист. Сейчас здесь пять минут, потом мы добавляем вино и… Еще чуть-чуть добавим. Да, ты любишь, когда вот такой вот пряный запах лука. Ну, на 150 грамм масла, а 4 веточки – это норма, я думаю. Угу. А какой тогда у тебя был самый крутой кейс, когда ты попал в этот список, вот, в вашей компании? Ух, это в плане расследований или технологий? Ну, давай, зрителю всегда больше интересно, мне кажется, это расследование. А расследование была международная группа Carber, которая воровала очень много денег из банков, клиентов банков, и продавала еще свой софт в Европу и в Америку. Это было такое сложное многолетнее расследование, когда мы показали и инженерный ум, и возможность координировать разные страны, будучи странным образом координатором в виде частной компании. Сколько вообще киберпреступники воруют денег, для нашего понимания? У нас просто, мне кажется, многих остаться с преступниками, это до сих пор люди, которые врываются в банк, там, всем лежать, а у вас это происходит совершенно по-другому. Ну, я могу сказать, больше, чем классическая преступность сейчас, точных цифр не знает никто, потому что практически все перешло в онлайн, тебе не нужно придумать что-то, чтобы украсть деньги, тебе нужно их своровать в интернет-банкинге. Интернет-банкинг есть сейчас практически у каждого физического лица и юридического, каждую компанию можно зашифровать, поэтому киберпреступности много. Ваша компания, как я не зайду к тебе на фейсбук, участвует практически во всех громких, таких скандальных расследованиях, там, от случая с шоу «Голос», да, когда якобы была потасовка голосования до последней вытечки сбер банки. Была все-таки? Не якобы, а была, и это самое неинтересное расследование в плане инженерной работы, но оно самое было громкое в плане… Пиара. …пиара в России. Каждая домохозяйка, которая смотрела шоу «Голос», узнала, что такое профессия компьютерный криминалист. Если до этого нас знал определенный круг инженеров кибербезопасности, правоохранительных органов, то после этого можно говорить, да, вы знаете, мы расследуем шоу «Голос». Я примерно понимаю, на чем вы говорите. Вот тебе не обидно, когда это происходит? Нет, почему обидно? Я теперь могу сослаться, какой-то референс сделать. Потому что, вот сказать, расследование группы «Карбер» – это… Упс. Что такое «Карбер»? Для чего это нужно? Для чего это нужно? Что за технологии? Вот у меня та же самая проблема делать, я вам, например, выпуск с каким-то сложно доступным бизнесменом. Задаем ему вопросы, ловим его в необычном месте, и потом не так много просмотров. Делаешь выпуск про звезд, про Ольгу Бузову, тебя читают и смотрят. Вот это похоже, да? Сегодня был в определенной новостной ленте новость про инженеров, которые… Физиков, которые получили… Надо добавить вина. Прошел. Нобелевскую премию? Белое. А какое вино мы добавляем? Белое? Белое, да. Вообще шеф-повара… Полностью? Да, полностью, выливаю полностью, 100 миллилитров. С ним еще пять минут потомиться на шок. Я понимаю, что это просто может быть нормальное вино, это не должно быть что-то… Да, оно должно быть очень дорогим. Конечно, супер дешевым оно тоже не должно быть. Сейчас вот чувствуешь, да, ароматы Франции. Ты, кстати, не пьешь, да, совсем алкоголь? Мало очень? Очень мало. Почему? С чем это связано? Ну, я тебе могу ответить в тему программы Илон Маск тоже очень мало пьет. Ну, связано с производительностью. Ну, Илон Маск зависит от другими своими пристрастиями, так скажем. Неправда. Это миф. На него трава вообще не действует. Он делает это достаточно редко. Это и в биографии понятно из того, что… Мы не путаем его Стивен Джобсом, да? Не, мы не путаем. А вы не путаете его как бы? Илон Маск, у которого в жизни отсутствует некий баланс в плане личной жизни и других вещей. Просто вкусно пахнет. Иди сюда. Это же вообще просто невероятно. В принципе, можем уже есть так. Я бы сказал, что мы бы с тобой, если бы нас не снимали, мы бы на этом и закончили. Вы бы чувствовали аромат, который здесь царит. Это настоящая… Ну, это как обычная атмосфера на съемках Forbes. В принципе, пахнет всегда так. Ты же знаешь миф про этот суп? Теперь понятно почему. Миф? Нет, я знаю историю, что это суп для не очень богатых людей. Да, потому что луга дешевая. Но есть еще миф, как этот суп появился. Король Франции, не помню как зовут. Луи, допустим. Допустим Луи. Луи Виттон. Он очень хотел есть, проснулся ночью в своем доме, охотничьем. Странно для короля, что там никого не было, поэтому это миф. И нашел только лук, масло и вино. Порезал это, смешал и так получился луковый суп. Вот так. А как ты думаешь, почему Илон Маск, миллиардер, предпочитает… Ну, это не лобстеры, не черная икра, не то, с чем вообще ассоциируются у людей такие богатей. Совершенно крестьянская такая пища. Я думаю, это может быть связано двумя вещами. Это мать-канадка, которая, возможно, имеет французские корни. Слушай, правда. Это нужно проверить. Хорошая версия. Белки, жиры, углеводы – это достаточно такой очень хороший обед, без горячего. Ты можешь съесть суп и больше не есть ничего, и это так недорого. Слушай, про 33-33-33. Ты в своем рационе питания это тоже используешь? Слушай, ну, у меня я каждый день, уже кучу лет, каждое утро в ней ем гречку. У меня белка в яиц, и могу ее раздобавить по праздникам красной икрой, либо трюфельным маслом. Это вот я считаю, что гречка – это идеальный завтрак. Ты же часто путешествуешь там, например, в каком-нибудь отеле, где-нибудь в США, в Японии, выходит Илья на завтрак. И ты можешь проверить, если будешь за мной шпионить, что я езжу с пакетиками гречки, беру их в Сингапур, я прошу привозить мне гречку везде. Я не понимаю странно, и гречка не продается, и считается, что это корм для скота. Это очень странно. Приехали из России странные какие-то. Это самый полезный злак, который только можно себе представить. Другого злака я такого не знаю, поэтому гречку советую всем. Если будет программа про то, что можно сделать из гречки, я думаю, 100 рецептов можно будет найти. У тебя есть 100 рецептов из гречки? Ну смотри, есть там с рыбкой, если ее правильно порезать. Есть классические всякие такие вот русские с тушенкой, да, тоже можно по-разному приготовить. С икрой красной и с нежным творогом. Просто если ты смешаешь и попробуешь, это гениально. Если туда еще какой-нибудь зелени. Вот пригласил ты на ужин очаровательную девушку. Какой рецепт гречки ты выберешь для этой ситуации? Луквый суп у нас уже здесь, как бы с первым мы разобрались. На ужин я пригласил, гречки не будет на ужин. Гречка только на завтрак. Гречка только на завтрак. Злаки мы едим вечером. Злаки мы не едим вечером. Вечером будет рыба, овощи, вот такие вот. Поэтому если девушка ест с тобой гречку, значит она уже победила. И луковый суп это тоже... Луковый суп это... Я тебя понял. А ты тоже можешь быть детективом. Илья, вот смотри какой приятный румяный цвет. Как тебе? Золото добавилось. Золото, да. Кто бы знал, что когда чуть-чуть так поджаришь лук, у него можно разглядеть и золото. Нам надо сейчас его выключить ненадолго. Две минуты пусть остынет, потом мы добавим муку. Я сейчас объясню, почему не добавляем муку сразу. Чтобы если мы ее сейчас сразу и добавим, будут комки. Они нам не нужны. А мука обычная? Мука, да, самая обычная. Расскажи, ты любишь гречку. Илон Маск луковый суп. Ребята, ну вы прилично зарабатываете. На что вы тратите деньги, если не на еду? Это отдых, это спорт, это производительность. Ну ты знаешь финансовое положение Илона Маска конкретно сейчас? Ну он рискует много всегда. Ну ты понимаешь, что у него сейчас все кредиты. Да, да, да. Это очень правильная стратегия. То есть он ради чего-то большего вкладывает в это деньги. И не тратит особо наличное. Отмечает какие-то вехи жизни, наверное, какими-то дорогими вещами, типа Falcon. Но опять это очень для него утилитарная вещь. Он в нем работает и так далее. Я кроме спорта и костюмов все деньги реинвестирую в компании и в личные инвестиции. Но личные инвестиции – это мой личный портфель, который позволяет мне получать пассивный доход. Что это? Недвижимость или что это? Нет, это не недвижимость. Это акции, это депозиты и это новые типы инвестиций, типа правильная инвестиция в криптовалюту в легальных юрисдикциях. А ты вот веришь в это? Сейчас говорят, что это раздутая тема. Раздутая тема – это любая национальная валюта. Угу. Я так скажу. Угу. Поэтому я могу объяснить, почему не исчезнет криптовалюта биткоин и не могу объяснить, почему завтра у нас друбль не подешевеет в два раза, как бывало много раз. У нас есть 30 секунд, уложишься с объяснением. Почему вот криптовалюта не исчезнет? Потому что аудитория, которая ими пользуется, страны, которые их легализовали, и степень обеспечения уже слишком велика, чтобы они исчезли. А с рублем что? Почему он может подешеветь? Какая у нас производительность труда в России, и какой у нас экспортный потенциал. Вернемся к луковому супу. Нам надо добавить сейчас немного муки, как раз остыло, просто вот добавляем, и вот для того, чтобы консистенция была более плотной. Далее сразу бульон, снова включаем. Действительно, комков нет. Да. Ага. Так. Жди. Самый важный кусок остался. Вот у нас есть овощной бульон. Бери его. Я пока включу плиту. Тоже берем функцию Temp Control. Выливай. Ответственная задача. Вот. 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 Вот оно. Тебе самому что вот интереснее, как предпринимателю? Я предлагаю под этот рассказ чуть-чуть поперчить. У меня вот белки. Знаешь, вот чем это? Человек, который сначала, сначала надо попробовать и понять, что ты хочешь туда добавить. Я понимаю, что здесь голеный лук, мука и тимья. Ну давай попробуем. Ну я слышал такое правило, если ты начинаешь перчить и солить, не пробуя до этого, возможно с тобой что-то не так. Окей, давай. Ложечкой ложечкой ложечкой. Возможно, я могу быть не прав, но просто чтобы понять, что туда добавить, надо его попробовать. Давай. Тебе я доверюсь, с тобой все в безопасности. Ну как ты считаешь, идеально вкусно, да? Я бы его и таким съел. Нет, если не хочешь, мы можем пропагандировать здоровое питание. Ты же наверняка соль не ешь в больших количествах. Соль, сахар. Сахар вообще не ем, соль и ем чуть-чуть этого. Розовую, гималайскую. Да, да, гималайскую. Гималайскую соль. А соль же? Да. Я, допустим, соль тоже не очень люблю. Люблю перец. А соленые шутки? Соленые шутки? Маринованные корнишоны люблю, а соленые шутки нет. Я добавил соль. Так, отлично. Теперь мы будем делать важную составляющую лукового супа, это гренки. Не забываем мешать. Хотя ничего не пригорит с нашей замечательной функцией темп-контрол. Мне она очень нравится. Тут есть еще функция, знаешь, какая есть, бустер. Для таких, как я, кто быстро что-то достал из холодильника, ему надо моментально это подогреть. Это сколько тут разогревается? Очень, ну, очень быстро. То есть, там, за считанные секунды реально. То есть, 9 это максимальное обычно бывает, а это еще больше. Дай мне тогда хлеб, что ли? Да. Просто кладем на противень? Ну, мы будем его выкладывать. Нам нужно 6 кусочков. Для меня, для тебя, нашего оператора, звукорежиссера, продюсера. А белый хлеб в рецепте? Белый, да. Белый хлеб в рецепте. А ты какой? Ты же не ешь хлеб, наверное, совсем. Можем в гренки, в принципе, все выложить, чтобы было красиво, да. Обязательно, обязательно полить. Восемь нормально? Да, восемь отлично. Обязательно чуть-чуть полить оливковым маслом. Ага. Сейчас я буду это делать. Главное не переборщить. Вот. 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 Не знаю. Кто? Я люблю, когда всего вдоволь, понимаешь, оливковое масло и ничего не испортишь. Ты разное сделал. Ну, кому-то больше, кому-то чуть меньше. И тоже надо добавить специи, чеснок. Будешь пробовать? Нет. Тут примерно все понятно. А что ты здесь зашифровал? А вот ты подумай, Илья. Нет, я тоже разгадал. Разгадал. Ну, давай, давай. Я даже не думал. Вот видишь, как, мне кажется, такие люди, как ты, которые разгадывают загадки все время, видят их там, где видишь, должны быть. Зрители пусть отгадают. А я добавлю, значит, черный перец. Себе не добавил, ты тут его. Зыл очень. По зеленой теме буду. Все вы хакеры. Неправда. А никогда не хотел стать хакером. Это же круче, знаешь. Вот сегодня все обсуждают фильм «Джокер». Кто-то говорил из известных актеров, что мечтает сыграть суперзлодея. Потому что супергерои, они все одинаковые. Они все добрые такие, супермены. А суперзлодеи все разные. Актеры – это актеры, выдумщики. А ты, одно дело, ты просыпаешься с чувством, ты кого-то спас или чего-то спас. Знаешь, какое чувство бывает? Россию спас. Илья, вот скажи мне, какое твое утро, последнее такое было, что ты проснулся, ты был трезв, ты был в здравом уме и без температуры и подумал, я вчера спас Россию. В прошлый вторник. В прошлый вторник, отлично. В вторник через вторник или у тебя вторник-четверг иногда это бывает? Я вот клянусь, прошлый вторник. Что было в прошлый вторник? От чего ты спас Россию? От преступности, скажем так. И ты знаешь, какое это чувство? Даже если у тебя что-то не получается, смотришь в окно и думаешь, прикольно, не каждый такой человек в мире может это сказать. Особенно, кто в России не живет. Вот. Чистая совесть – это очень круто. А когда ты плохой, ты же не можешь ему ребенку сказать, я бандит, я ворую деньги где-то. Нет, ты можешь говорить ему, что это то, что спас Россию. Нет, ты можешь не говорить, а делу ты своему ребенку врешь или не врешь. Это, мне кажется, как-то правильно. Илья, с хлебом все понятно, будем превращать его в волшебство. Ты смотрел фильм, о чем говорят мужчины, помнишь? Да. Там говорили, что почему у вас хлеб стоит 8 евро? А, ну хлеб не может стоить 8 евро, а вот крутоны могут могут, да? Отправляем его в духовой шкаф мели. Давай. Вот, вот сюда, да, выше, выше. Ага, сейчас включу его. А, как тебе характерный звук? Все, закрываем дверцу. Вообще, почти любое французское блюдо готовится с сыром, поэтому, вашему вниманию грана падана для нашего супа, перемешать его. Доставай сыр, бери его, да. Как мы его режем? Мы его не режем, мы его натираем. У нас часть сыра пойдет в суп, да, а часть... Ага, давай терку. Да, терку сейчас дам. Перемешаю суп, очень важно, чтобы все было равномерно. Да ничего тут не прилипло на самом деле. Я его весь тру. Да, я могу тебе проассистировать, а могу, знаешь, когда люди чем-то заняты, вот, мне очень нравится брать интервью на бегу, на форумах, когда ты спрашиваешь человека о чем-то, у тебя очень мало времени, ты задаешь ему один вопрос, и он отвечает... Ну, у тебя все меньше и меньше времени, я сейчас сюда тру. Да, 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 ты всегда трешь, и ты думаешь об этом, и отвечаешь как бы честно, не успеваешь подумать, что там соврать, красиво рассказать. Давай, давай. Поэтому, сколько вот у тебя ребята зарабатывает в компании? Средняя зарплата? Да. Хорошая. Три сильнее, Илья. Сколько, сколько вообще сейчас зарабатывают на этом рынке? Те, кто на стороне добра, кто борется с хакерами? Слушай, у нас, честно тебе скажу, корпоративное сейчас соглашение, что мы зарплату не обсуждаем, и мы этот пример взяли у Темы Лебедева, это вещь, которую можно обсудить, если ты хочешь уволиться из группы IB. Если я, например, захочу уволиться этим, могу сказать, какие зарплаты. Они конкурентоспособны, и мы их увеличиваем вместе с ростом компании, потому что мы все деньги реинвестируем в компанию. Я хочу сказать следующее. Специалистов умных по кибербезопасности сильно не хватает. Любой умный специалист, в первую очередь, ведь он хорошо знает математику, это означает, что он умный. Угу. Ведь математика, это наука… Царица науки вообще? Царица науки, она мыслить дает. Многие не понимают, зачем математику учить. А потом ты можешь углубиться в кибербезопасность, и точно будешь востребован. Сейчас можешь делать кадровый агент специалистов по кибербезопасности, и это супер-супер-супер востребованная область, и в стране не происходит ничего, чтобы готовить новые кадры. К сожалению. А было так, что ты переманил кого-то со стороны зла на сторону добра, может быть? Никогда в жизни. Нет? Это принцип? Это принцип, это кредо, это связано со многими научными исследованиями. Человек, который был на стороне зла, он уже не сможет работать на стороне добра. Не бывает такое, что ты почувствовал… Это как раз связано с твоим заработком. Работая в легальной сфере, ты никогда не сможешь заработать сколько, столько на темной стороне. И если ты попробовал вкус денег, то все. Ну и плюс ко всему куча всяких рисков связанных. Если ты коробочки продаешь, одно дело, а если ты работаешь правоохранительный орган, ты никогда им не объяснишь, что у тебя работает бывший преступник. Вот. Поэтому это четкое-четкое правило, и всем рекомендую в кибербезопасности его придерживаться. Бывший преступник не может работать на стороне добра. Он может временно работать, и это все закончится еще большим злом. А уходили от вас кто-нибудь на сторону зла? Было такое? Нет. А расскажи, кстати, историю, как выглядят ваши преступники? Что это за люди? Раньше ответ был другой. Изменился буквально за это лето мы поняли, что новый цикл начался преступности, и они стали опять выглядеть совершенно по-разному, как выглядели в 90-е. Раньше это были, если говорить о технических специалистах, это люди 18-35 лет, в среднем 25. Это был пик профессии. Потом люди либо легализовывались, либо садились в тюрьму. Легализовывались, это означает продавали активы или имели уже за какие-то украденные деньги и вкладывали их в белый бизнес, переезжали из страны в другие страны и так далее, и так далее, и так далее. Так вот они выглядели. Есть кибертеррористы, это редкие люди, но если посмотреть любые исламские радикальные ролики, там то, что делает запрещенное в России государство ИГИЛ, делало сейчас все меньше и меньше, слава богу. Это вот примерно так выглядят исламские террористы. Теперь пришло новое поколение с 13-ти лет. Да, 13-летний хакер. 13-летний хакер, который в школе может довести до самоубийства какое-то количество людей тем, что, например, выкладывает личную переписку класса. Сейчас же все дети сидят в сеточках, и есть дети, которые общаются с учителями, есть дети, которые общаются с детьми, и на фоне этого появилась куча преступлений, связанных, извините, с сексом, с ролью человека в социуме. Опять вернулась месть, которой не было очень-очень-очень давно. Но преступления, связанные с животными, эко-преступления – это борьбы за экологию через компьютерную преступность. И, короче, сейчас мы изучаем около 40 вернувшихся мотиваций, которые до этого составляли меньше сотых процента. Наши гренки готовы. Сейчас мы их достанем отсюда. Мне кажется, очень симпатичные гренки. Можно иногда и… Что мы делаем дальше? У нас есть тарелки для супа. Собственно, финальный такой этап. Тарелочку. Тарелочку ставим вот сюда. Я думаю, вторую тоже сразу. И половник. Достанем. Заметил, что вот в России все, поголовно практически, едят суп? Нет? Не заметил? Ну, заметил, да. Почему? Как ты думаешь? Хм? Не думал никогда об этом. Форбс 30 до 30 ты попал. Спасаешь Россию от хакеров, от всех. А не знаешь, почему у нас едят суп? Я тебе отвечу. Потому что у нас холодно. В принципе, и все. А в Мексике тоже едят суп, а там что? А в Мексике я не знаю. Я знаю про Россию. Так, теперь мы тогда разлили суп. Так себе у тебя это. Выводы. Окей. Мы разлили суп, добавляем сюда немного сыра и после выкладываем гренки в тарелочки и сверху сыр. Понимаешь? Много сколько? Что по твоему вообще немного? Мне кажется, не знаю, я бы себе добавил побольше. Мне нравится сыр. Все. Теперь греночка. Да. Какая тебе нравится? Мне нравится по правилу этикет, который рядом со мной лежит. А мне нравится вот эта. Так. И сверху тоже правильно, чтобы она буквально утопала в сыре. Сыр должен растаять, поэтому мы снова отправляем сюда. В духовой шкаф. Прямо тарелки? Да, да, да. Отправляем прямо тарелки. Ставлю? Да, да, да. Ставь, ставь, ставь. Что так боишься? Хакеров сажаешь каждый день, а тут боишься суп поставить. Так. Закрываем. Режим работы выбираем. Опять мы выбираем гриль. Только в этот раз у нас гриль малый. Это как раз для, ну, небольших таких тарелок. 240 градусов на 5 минут. Пока плавится сыр на нашем замечательном луковом супе по рецепту Илона Маска, я предлагаю выпить кофе. А как ты к нему относишься? Давай. У нас есть встраиваемая кофемашина Миля. Буду эспрессо. Тут много... Ну, подожди, ты рано говоришь, все пустые сколько режимов. Я бы что-нибудь другое выпил. Лата, лунго, капучино, капучино. Нет, капучино итальяно не подходит, у нас французский суп. Эспрессо, да? Эспрессо, давай. Или лунго, может быть, покрепче? Не-не-не. Лунго сильная, да? Почему лунго сильная? Ну, по-моему, там, по-моему, в лунго двойной эспрессо, нет? Это больше воды. Ладно, все, хорошо. Ставим эспрессо. Сразу две чашки, очень удобно. Можно сделать для двоих, можно сделать сразу себе две. Здесь, кстати, Ля, ты знаешь, тут есть сразу три контейнера для зерен. То есть, допустим, если ты любишь какой-нибудь кофе. Вечером без кофе. Кофе бразильский или кенийский, можно загрузить такой, можно итальянский. Что? Илон Маск говорил, что он старается предсказывать события. Так. Ты в группе IB пытаешься это делать? Возможно ли вообще в вашем бизнесе это делать? Ну, конечно, иначе не интересно. Иначе ты превратишься в Microsoft или в современный Apple, который не совсем предсказал события, потерял визионерство и начинает умирать. Скажи мне, какая еще стратегия у Microsoft? Не знаю. Непонятно, да? То есть, они пытаются просто… Ну, видно то, что спад пошел на Apple. То, что сентябрьская вот эта презентация перестала быть таким событием номер один. Для меня это триггер, например. Если Джобс видел эту презентацию, он бы уволил всю компанию, наверное, из нее шел и сделал что-то новое. Потому что эти понятия инновации и будущего потеряны. Будущее Apple никогда не было в дополнительной камере. Самая крутая презентация была первая. И презентация iPad. Вот. Это в этом было будущее. Это был shift. Да? Запустить корабль, который возвращается из космоса и садится вертикально. Это… Но это про Илана Маска. Да, это про Илана Маска. Вот что он делает. А то, что делает еще большинство компаний, это повторение либо наращивание потребительского сегмента. И это дорога ни в куда. Если ты предсказываешь будущее в плане пользы для человечества или в плане того, как изменится геополитика и экономика, ты выиграешь и в плане того, что ты полезные вещи делаешь, и в плане того, что это будет точно экономически востребовано сильно на большие годы, чем просто эпоха конкурирования за микро какие-то показатели. Что-то интересная история. Она такая же, как вот Apple. Кстати, не знаю, ты знаешь ли, это связано с фототехникой. Потому что сейчас, мне кажется, там один из номеров Sony в один год обогнала Canon, потому что они, как Apple, тоже придумали все сильно наперед, но каждый год обновляли по чуть-чуть. И не было вот этого шрифта. Ну да, это сейчас стратегия. Она в университетах преподается. То есть не выкатывай самую крутую версию, какую у тебя есть. Но меня это расстраивает, потому что эти силы себе можно потратить на что-то, что сильно изменит нашу жизнь. Я думаю, это все-таки не гаджет, а что-то связано со здоровьем. Мы ничего не знаем о Вселенной. Скажи мне, Вселенная бесконечна? Бесконечна? Нет, другой вопрос, более сложный. Бесконечна ли масса во Вселенной? Нет, я не знаю. Не знаю, конечно. Если бесконечна масса, подумай, не существует ли бесконечное количество земель, таких как Земля, с вариантами событий до и после, которые происходили у нас. Получается, что это возможно, раз масса бесконечна. Вот такие мысли значительно более интересны, чем добавление одной камеры на телефон. Вот в этих мыслях живет Иван Маск, создавая нейроинтерфейс. Он понимает, что следующий шифт будет, когда у человека будут большие вычислительные возможности, с этими большими вычислительными возможностями, которые будут в сознании. Нужно найти какую-то гармонию. Илья, ты просто посмотри на это, а? Как в ресторане, все получилось очень достойно. Знаешь, когда сам готовишь, даже удивляешься, бывает. Не обожгись. Да, я в очаровательных перчатках от Миля. Очень красивые такие, новогодние, знаешь. Скоро Новый год, все время удивляешься, когда она так быстро проходит. Очень быстро. Да. Суп, я думаю, горячий еще. Давай в завершение скажем нашим зрителям что-нибудь такое, что объединяет Илона Маска, тебя, вообще всех, кому интересен успех, бизнес и Forbes. Ну, это не все люди. Не все, но те, которые нас смотрят, очевидно, многие из них. Многие. Ну, я думаю, что главная вещь, это слушаться своей интуиции, делать то, что вам нравится. Если вы соедините бизнес в то, что вам нравится, то точно все получится, если вы не лентяи. Если вы лентяи, поэтому душа, хобби, сил по воле. И правильное питание. Правильное питание и спорт. Правильное питание и спорт, и иногда луковый суп. Давай попробуем его. Сколько сыра, а? Я пробую. Давай. Густой какой, а? Угу. Так. Мы сейчас еще ложечку. Спасибо, друзья. С вами был Илья Сачков. Кухня Forbes. Ешьте правильно, зарабатываете много. Специально для наших подписчиков, Илья, ты, кстати, тоже можешь в этом поучаствовать, небольшой приятный бонус. Мы дарим вам скидку на мастер-класс с настоящим шеф-поваром в Мили-центре. Подробные условия в описании под этим видео. Еще раз спасибо, Илья. Да. С вами была Кухня Forbes.